Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВМ в студии Павел Берсенев. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Их забота – столеплавильный передел. Цех ремонта металлургического оборудования механо-ремонтного комплекса ММК отмечает 35-летие. Восходящие звезды и бессмертная классика. В Вагнитогорском театре оперы и балета начал работу 15-й международный фестиваль «Вива-Опера». Главные игры впереди. Накануне финала плей-офф баскетбольная команда «Металлург» провела открытую тренировку. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Почему дети уходят из дома? Основные причины назвали на аппаратном совещании в администрации города. В первом вопросе повестки подвели итоги профилактической акции «Дети улиц». Кроме того, рассказали, кому полагаются льготы на поездку в городском транспорте. Обо всем по порядку смотрите далее. Межведомственная акция «Дети улиц» проходит ежегодно. Ее проводят с целью профилактики безнадзорности. По словам специалистов, самовольный уход ребенка из дома – одна из причин преступления, совершенных несовершеннолетними. Чтобы не допустить правонарушений, выяснить причину ухода, представители различных ведомств проводят рейды, посещают семьи, организуют тематические мероприятия. За время проведения акции в городе произошло 4 самовольных ухода, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Все из уходящих детей – это так называемые домашние ребята. Также нужно отметить, что за период акции отсутствовали случаи самовольных уходов воспитанников из государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Специалисты говорят, чаще всего дети уходят из дома из-за конфликтов в семье, семейного неблагополучия, склонности к бродяжничеству. И отмечают, ответственность за ребенка лежит на родителях. Они должны обеспечить безопасное и нормальное развитие своих детей. Во многом подростковый максимализм – первопричина подобных случаев самовольных уходов. Особенно первый самовольный уход прорывает психологический барьер ребенка и нарушает его связь с семьей. На аппаратном совещании озвучили и другой вопрос. Он касался предоставления льгот на проезд в городском транспорте отдельным категориям граждан. Предоставляется льготный проезд гражданам, проживающим на территории города Монтогорска и достигшим возраста 55-60 лет. Это, соответственно, женщины и мужчины, не получающие меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами и законами Челябинской области. Это муниципальные льготники. И граждане, получающие меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Челябинской области, не получающие меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами. Это региональные льготники. Так, для муниципальных и региональных льготников 30 поездок в общественном транспорте будут бесплатными. За каждую последующую придется заплатить 10 рублей. Также для пенсионеров сохранили бесплатный проезд в сады. Льготный тариф предусмотрен для школьников и студентов. Для них стоимость поездки будет 10 рублей. Сегодня у нас категория людей, которые получают льготы, постоянно ширится. И наряду с расширением, которое происходит на федеральном уровне каждый год, еще раз подчеркну, что городское собрание, администрация города изыскивают возможности. И то же самое мы делаем еще и за счет муниципального бюджета. В завершении встречи говорили о наведении порядка на городских улицах. Также глава города напомнил о предстоящих майских праздниках. 1 мая в городе состоятся праздничный концерт и салют. 9 мая горожан приглашают посмотреть парад и принять участие в акции «Бессмертный полк». В этом году он пройдет в привычном формате. Ольга Аникина, Виктор Исаев, телекомпания «ТВИН». Продолжаем программу. Подвели итоги работы и обсудили планы на будущее. В Дворце культуры Орджоникидзе состоялось мероприятие «Клуб почетных благотворителей», организованное благотворительным фондом «Металлург». Праздничный вечер объединил партнеров, коллег и друзей фонда, которые оказывают поддержку в реализации различных проектов, направленных на улучшение качества жизни нуждающихся горожан. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Фонд «Металлург» занимает восьмое место в рейтинге некоммерческих благотворительных организаций 2022 года. Его деятельность известна далеко за пределами города и области. Более 30 лет он реализует различные проекты, чтобы сделать жизнь людей качественной и комфортной. В этом фонду помогают благотворители различной организации и предприятия. Сегодня у нас четверг, чистый четверг. Все христиане в этот день должны очищать тело и, самое главное, очищать душу. А благие дела – это, наверное, самый эффективный метод для очистки души. Наверное, для этого мы это и делаем. Очень приятно осознавать, что я работаю на предприятии, которые кроме основной продукции выпускают еще и духовную продукцию, чем является благотворительным. Фонд «Металлург» решил объединить партнеров и друзей и выразить признание, организовав праздничное мероприятие. В фойе дворца развернулась фандрайзинговая зона. Это новое направление для привлечения средств на реализацию социально значимых проектов. Вот дерево добра с пожеланиями особенных детей и пенсионеров дома ветеран, где любой желающий может исполнить заветную мечту. А здесь проводят тихий аукцион, на котором представлены три лота. Вырученные средства также пойдут на реализацию социальных программ. Глава города отметил, насколько значима для города деятельность благотворительного фонда. Пару лет назад мы даже уже с городом реализовали совместный проект. По сути, он был городским, но уже при участии ЭБОФа. По «Километры добра» мы такой фонд делали. Когда пробовали совместить, и получилось у нас здорово. И здоровье люди, так сказать, занимаются своим здоровьем, и при этом помогают еще и окружающим. То есть совместная работа с фондом, она ведется на всех уровнях. И Магнитогорским комбинатом, и иными некоммерческими обществами, и в том числе даже городская администрация. Мы тоже используем этот фонд в работе с населением города. Одним из крупных благотворителей является Магнитогорский металлургический комбинат. Генеральный директор ПАО ММК, член попечительского совета фонда «Металлург» Павел Шеляев отметил, что за всю 90-летнюю историю комбината социальная поддержка населения всегда была, есть и будет важным направлением в деятельности предприятия. Благотворительность – это одна из составляющих. Вот сегодня мы будем обсуждать благотворительность, будем демонстрировать новые подходы к этому, да, и надеюсь, это тоже приживется и также будет такой сильной стороной в целом в нашей социальной программе. Приглашаю всех откликаться, если где-то услышите, что проходят благотворительные акции благотворительного фонда «Металлург». Приходите не только для того, чтобы там узнать, что «Металлург» вам может дать, фонд «Металлург» вам может дать, а что вы в первую очередь, чем вы бы могли помочь в его деятельности. Директор фонда «Металлург» подвел итоги работы, поблагодарил присутствующих за неоценимую помощь и выразил надежду, что клуб почетных благотворителей увеличит численность. Мы хотим это ввести в практику, в традицию, чтобы привлекать как можно больше и больше благотворителей. Тем более, если я, наверное, не совру и поддержу, скажу, что благодарительность – это, наверное, невозможность, это, скорее, потребность для нас для всех. А дальше состоялось чествование почетных благотворителей, памятные награды также вручили редакции «Магнитогорский металл» и телекомпании «ТВИН» за освещение деятельности фонда. Ольга Аникина, Виктор Исаев, телекомпания «ТВИН». В преддверии Пасхи в административно-бытовом корпусе сортового цеха ММК состоялась встреча «Металлургов» с представителями епархии во главе с епископом Магнитогорским и Верхнеуральским Зосимой. Разговор получился душевным. О наиболее важных темах, затронутых на встрече, расскажем в сюжете. Работники сразу нескольких переделов ММК, сортового цеха, локомотивного производства толстого листа и компания ОСК собрались вместе в актовом зале. Объединила «Металлургов» встреча с представителями Магнитогорской епархии. Подобных на комбинате ранее не проводилось. Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима рассказал, для него это тоже первый визит на промплощадку. Утром до беседы он побывал на экскурсии в листопрокатном цехе номер 11 на ПТЛ. Признался, его поразили масштабы производства. Большим уважением он проникся к представителям рабочих профессий. Преклоняюсь перед людьми, которые в такой механизированной обстановке, атмосфере проводят большую часть своей жизни. В Магнитогорске владыка Зосима служит второй год, а родился в Омске, закончил московскую духовную семинарию. В 2004 году был направлен в Южно-Сахалинскую епархию, в миссионерскую командировку. Фактами своей биографии епископ поделился с металлургами. Попутешествовал по стране, поездил с молодых лет и в Московской области, и в Ярославской. Семь лет на Сахалине был, на острове служил, там на Курильских островах. Организаторы встречи отметили, важно рассказать не просто, где проходило служение, а необходимо уточнить, как. И послушание где. Какое-то дело по работе строительными колониями. Представляете, сколько пропустить через себя людей, которые поломаны судьбами. И предложил Петр Феримович встретиться с теми людьми, которые имеют опыт больших переживаний. Епископ рассказал, в епархии служат люди с не менее интересными судьбами. Один из них – священник Максим Волонец. Восемь лет назад он сбежал с женой и пятерыми детьми из Луганска, где оставаться было просто небезопасно. Его дом был разграблен мародерами, он сумел начать жизнь с нуля. Выстоял благодаря внутреннему стержню. Владыка Зосима подчеркнул, важно воспитывать в себе силу духа. Также отметил, необходимо при любых обстоятельствах оставаться человеком, ценить родных, которых мы часто обижаем. Возлюбив ближнего своего – одна из самых важных и самых непростых к исполнению заповедей. После заповеди о любви к Богу, заповедь о любви к ближнему – это тот гвоздь, вбитый в стену, на который можно повесить все остальные законы, каноны, догматы, предписания. Потому что, как говорит апостол Павел, если я даже чудеса творю и мертвых воскрешаю, но если у меня нет любви, то я просто пустышка, погремушка. Медь звенящая или кимвал, звицающий. По-славянски это поэтично звучит, так как-то не поймешь даже о чем речь. А так пустышка на самом деле. Вроде какой-то шум есть, а сути никакой нет. Владыка рассуждал на духовные и мирские темы. Металлурги задавали интересующие вопросы, в том числе и на заглавную тему встречи – пасхальную. На один из таких необходимо ли приходить на праздничное богослужение? Епископ дал однозначный ответ – это личное дело каждого. Но всех тех, кто ждет светлый праздник Пасхи, пригласил прийти в храм в воскресенье. Я вас призываю на этот светлый праздник прийти в храм, помолиться за себя, за своих близких. Епископ призвал прийти чуть раньше полуночи в 23.30. Вокруг храма будет организован крестный ход. Евгения Солхудинова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Побывали на промышленной площадке и заглянули в лабораторию механоремонтного комплекса. Ученики школы номер один посетили Магнитогорский металлургический комбинат. Экскурсию для школьников организовали в рамках Дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет». Вместе с подрастающим поколением на ММК побывала наша съемочная группа. За окном экскурсионного автобуса друг за другом сменяются промышленные пейзажи. Школьникам рассказывают о производстве и показывают территорию металлургического гиганта. Масштабы впечатляют. Это в принципе для меня огромная территория, на которой я нахожусь. В принципе это очень интересно, вот слушать всю эту экскурсию. Мне интересно здесь побывать. Это уникальная возможность, которая была для меня. Уникальная возможность побывать на одном из крупнейших в России промышленных предприятий школьникам предоставилась в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет». Магнитогорский государственный технический университет успешно прошел конкурсный отбор и стал победителем. Многопрофильный колледж выиграл в проекте «Профессионалитет». На базе многопрофильного колледжа будут созданы кластеры. Кластеры – это прямое сотрудничество колледжа и комбината. Студенты уже на втором-третьем курсе смогут заключить договор с комбинатом и в дальнейшем быть трудоустроены. Планируется, что в подготовку кадров со средним профессиональным образованием будут вовлечены несколько предприятий. Чтобы молодежь ближе познакомилась с их деятельностью, организовали день открытых дверей. Одним из партнеров проекта стал механоремонтный комплекс. Его специалисты провели экскурсию по лаборатории. Показали, как проводят механические испытания, чтобы проверить качество металла. Организаторы уверены, такое знакомство с производством поможет подрастающему поколению определиться с выбором профессии уже со школьной скамьи. Стою сейчас перед выбором профессии и, скорее всего, после этой экскурсии я выберу профессию химик-лаборант. Мне очень интересна химия и также я хочу работать на комбинате, как и мой папа и как родственники все. Эта экскурсия для меня была крайне важна, так как сейчас я также, как Ксюша, стою перед выбором профессии. Профессию я свою хочу связать с компьютерами. Здесь, на комбинате, тоже есть много того, что связано с компьютерами. Возможно, по стопам своего отца я пойду работать на комбинате. Ольга Аникина, Виктор Исаев, телекомпания «ТВИН». 22 апреля цех ремонта металлургического оборудования механоремонтного комплекса ММК отмечает 35-летие. Основная задача цеха – технологическое сопровождение, ремонт и восстановление оборудования машин непрерывного литья заготовок столеплавильных цехов комбината. Подразделение уникально по своей специфике, диапазону услуг и не имеет аналогов ни в России, ни в мире. Вот из такой заготовки оператор станков Диана Ершова вытачивает высокоточные детали и метизы – гайки, колпаки, патрубки и другие. Я сама ставлю резцы, вот, допустим, сверла, также я сама все устанавливаю по высоте, сама затачиваю, ставлю, делаю привязки, сама пишу программу на деталь и начинаю поэтапно изготавливать деталь. ЦРМО-3 занимается изготовлением запасных частей и восстановлением деталей для сменного оборудования кислородно-конвертерного и электростали плавильного производства, а именно для машин непрерывного литья заготовок. Для понимания, одна такая машина имеет размеры с пятиэтажный дом длиной 36 метров. Только представьте, из скольких сложнейших деталей состоит каждый кристаллизатор и роликовая секция. Их тысячи. Поломка любого узла или детали может сказаться на работе всей машины. Но в ЦРМО-3 эти детали умеют и могут изготавливать квалифицированно и качественно. На участке представлены практически все виды мехобработки. Это токарная группа, фрезерная, шлифовальная, токарно-расточная. Их очень много. Станочный парк постоянно обновляется. В 2020 году и в 2021 годах были куплены новые оборудования. Это высокопроизводительные станки, токарные, с числовым программным управлением. На этой неделе ЦРМО-3 исполняется 35 лет. С 1989 года цех работает в области как ремонтов, так и нового изготовления различных комплектующих. Это самое первое в мире ремонтное предприятие по восстановлению оборудования машин непрерывного литья заготовок. Это участок по ремонту машины непрерывного литья заготовок номер 6, спроектированный в Германии. Изначально его строили под ремонт оборудования именно этой машины. Со временем участок свои функции расширил. Сюда стали завозить ролики с ЛПЦ-11, лесопрокатной цеха. Открыли новые сторонние заказы. И здесь мы эти работы проводим. Сегодня с точки зрения сложившейся непростой ситуации с санкциями, когда о приобретении нового оборудования и запчастей на западе речи не идет, работа ЦРМО-3 становится актуальной как никогда. По сути, это сегодня техническая и технологическая защита ММК. Услугами ЦРМО-3 и в целом механо-ремонтного комплекса пользуются практически все металлургические предприятия страны, которые не имеют таких ремонтных производств высочайшего класса, как магнитогорский комбинат. Сейчас, в настоящее время, мы диверсифицируем свое производство, значит, стараемся заниматься максимальным импортозамещением. Вот, например, мы два года назад изготовили для СПЦ, значит, кристаллизаторы для сортовой машины фирмы ВЕСТ Альпини Индустриан Лаген Баул. Значит, то есть мы полностью от ноля, МРК имеется в виду, ПКО подготовило проект, значит, и от проекта до железа мы его реализовали сами в ЦРМО-3. На сегодняшний день, кроме работ, связанных с МНЛЗ, у нас широкая товарная линейка в адрес, в принципе, всего комбината, то есть прокатное производство, доменное производство и так далее. В настоящее время в цехе работают 535 человек. Сегодня все они принимают поздравления с юбилеем предприятия. Хотелось бы поздравить всех работников цеха и бывших работников, ветеранов с этой датой. Пожелать, в первую очередь, здоровья, благополучия, успехов. Юлия Черешнева, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИ. К другим темам. Льготников просят заявить о себе. Межрайонный ФНС номер 16 по Челябинской области завершает массовые расчеты имущественных налогов физических лиц за 2021 год и для максимально точного исчисления ждет от горожан, имеющих право на льготное заявление. В первую очередь, это касается многодетных семей и индивидуальных предпринимателей, которые применяют в своей деятельности один из спецрежимов. Массовые расчеты имущественных налогов физических лиц за 2021 год будут произведены межрайонной налоговой инспекцией номер 16 по Челябинской области уже в мае. Для того, чтобы они были максимально корректно исчислены налоговым органам, необходима информация о налоговых льготах, право на которые имеют физические лица. Для определенных категорий граждан, таких как пенсионеры, люди предпенсионного возраста, ветераны боевых действий, налоговыми органами применяется беззаявительный автоматический порядок предоставления льгот. Остальным льготникам необходимо обратиться в налоговый орган с заявлением. Налогоплательщики, имеющие право на льготы, то есть это многодетные семьи, получившие статус многодетной семьи и удостоверение многодетной семьи в 2021 году, необходимо подать заявление на льготу. Это полное освобождение от уплаты налога на имущество. Также земельный участок не более 1500 квадратных метров. И на транспортное средство на одно в семье налогоплательщика. Еще одна категория льготников – индивидуальные предприниматели, которые применяют в своей деятельности любой из спецрежимов. Индивидуальные предприниматели, находящиеся на системе налогообложения, патент и единый сельхозналог и упрощенная система налогообложения, необходимо подать заявление на льготу до 30 апреля 2022 года, если индивидуальный предприниматель использовал свое нежилое помещение в предпринимательской деятельности. Заявление подается по форме 115-00-63. Заявление о предоставлении налоговой льготы можно подать, придя лично в налоговый орган или в МФЦ, или же направить его в электронном виде в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для подтверждения статуса многодетной семьи к заявлению необходимо приложить удостоверение о многодетной семье. Для индивидуальных предпринимателей документами, подтверждающими использование имущества в предпринимательской деятельности, могут быть договоры с поставщиками, покупателями, платежные документы, договоры аренды за 2021 год. Рекомендуется предоставить заявление до 30 апреля 2022 года. С полной информацией о налоговых ставках, налоговых льготах и вычетах горожане могут ознакомиться на сайте ФНС России. О культуре. В Магнитогорском театре оперы и балета начал работу 15-й международный фестиваль «Вива опера». Поскольку этот год президент Владимир Путин объявил годом культурного наследия России, фестиваль решили посвятить шедеврам русской оперной музыки. Первым зрителям представили произведение Чайковского Евгения Онегин, для главных партий которого собрали состав молодых солистов. Как встретили восходящих звезд оперной сцены магнитогорцы, а также чем еще запомнился первый фестивальный день, расскажем в нашем следующем сюжете. Пандемийные ограничения только начали отменять, поэтому определенные сомнения до оперы или магнитогорцам сейчас у театра были. Однако развеялись они очень быстро. Свой 15-й сезон «Вива опера» открыла неизменным аншлагом. С каким настроением сегодня пришли в театр? С прекрасным настроением, да. Я была так удивлена за неделю до «Вива оперы». Места были по одному месту среди зала. Я говорю, ну ничего себе, магнитогорская культурная столица. Радостно стоять сегодня на этой сцене и понимать, что весна у нас начинается так, как она обычно начинается в округом театре города Магнитогорска. И для города металлургического, для города, где очень многие люди работают и трудятся, 15-й раз фестиваль при таком аншлаге – это, конечно, дорогого стоит. Делая ставку не только на голоса, но и на попадание в образ, театр остался себе верен и в этот раз. Магнитогорцам было представлено аутентичное исполнение оперы Евгения Онегин. Очень молодой состав, они все молодые, они хороши собой. Татьяна действительно, ей не 50 лет, как часто это бывает в оперных театрах. Ей там чуть больше 20, буквально 21-22. И как раз она вписывается в тот образ, который Александр Сергеевич задумывал. И также Ленский, и Онегин, и Ольга – это персонажи, которые очень похожи на своих прототипов. Главные партии представили солисты московской «Геликон-оперы». В этом театре возобновили постановку Онегина в режиссуре Станиславского, вернув, по сути, было величие русской оперной школы, чьи представители и стали главными учителями молодых исполнителей. Если говорить конкретно про партию Ленского, то, безусловно, это Лемешев, на мой взгляд, один из лучших. А вообще, если смотреть в целом, то, конечно же, «Атлантов» для меня – один из образцов такой насыщенной, драматической именно теноровой вокальной школы советской. Вот прям для меня, наверное, именно из русских теноров – это номер один. Если образ ранимого, романтичного Ленского был знаком до боли, то иная, чужая, особенная, не такая, как все Татьяна, заставила вновь мысленно перелистать первоисточник и понять, что только такой характер и мог решиться на знаменитое письмо Онегину. С самого раннего детства я, можно сказать, мечтала петь Татьяну, честно, откровенно, потому что мой самый главный педагог, мой наставник – это была моя мама, и сейчас продолжает быть моя мама. И это одна из ее главных ролей по жизни, в принципе. Она и в театр с ней пришла, и в консерваторию очень часто пела. Поэтому для меня это особенный, особенный спектакль, особенная роль. Новое прочтение образа Евгения Онегина представил и баритон Петр Соколов. Своего героя он сделал заложником своих идей и общественного мнения. Благодаря такой глубине проработки образов спектакль обрел второе дыхание, заставив зрителей аплодировать стоя. Татьяна Артеменко, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. В эти выходные завершится чемпионат баскетбольной Суперлиги 2. Финальная серия между Металлургом и Русичами началась победой команды из Курска. На своем паркете магнитогорцы постараются взять реванш и довести дело до решающей третьей игры. В преддверии главной битвы сезона Металлург провел открытую тренировку, на которой побывал и наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. 27 побед, 13 поражений и третье место в таблице. С таким багажом подошел Металлург к нынешнему плей-офф, который команда начала четырьмя выигрышами подряд. Куряне в регулярном сезоне стали четвертыми, 23 победы и 17 поражений. На старте плей-офф Русичи проиграли, но затем четыре раза подряд праздновали успех, при этом набирая более 100 очков за матч. Усиление сразу тремя игроками из более высоких лиг заметно повысило шансы команды в борьбе за золото. Команда играет нестандартно, играет от броска, очень много атакует, не стесняется. В принципе, такая установка у тренера. Чем больше, количество берут, по 80 так, среднее по 85. Именно своей непредсказуемостью команда из Курска способна поставить в тупик любого соперника. Русичи пренебрегают стандартными построениями и четким расположением игроков по позициям. Это порой создает оппонентам дополнительные трудности. Курск играет в открытый баскетбол и для всей суперлиги это не секрет. Наша задача остановить их в защите, упереться, выдавить дальше от трехочковой и просто играть, коммуницировать на площадке и играть в свой баскетбол. Здесь тактика вообще другая. Тут ее практически нет. Тут бей-беги, удержать просто неударно нужно защиту. Смениться или опять же сыграть лично неударно. Поэтому здесь нужно за этой командой быть практически 24 секунды в защите полностью мобилизованной. Не дать затянуть себя в игру выгодную сопернику, не увлекаться чрезмерно короткими атаками, разыгрывать мяч дольше, заставляя оборону Куряну вставать и зарабатывать фолы. Четко понимать свою высокую результативность Русичи показывают тогда, когда им дают свободу. Я не намерен ни сантиметра на площадке им отдавать. Это наш дом, наши трибуны. Зрители придут за нас болеть, будем биться. Поэтому мы не уступим ни сантиметра площадке. Ну а зрители непременно должны стать дополнительным игроком. Порой именно энергия трибун в самые важные моменты способна качнуть ситуацию в правильную сторону. Ваша поддержка нужна. Почему? Потому что в Курске, когда мы играли, вы не представляете. Там этот маленький зал, ну, визитенно, как в детской спортивной школе. И туда набилось, ну, 500 человек там. Мы не могли даже услышать друг друга. Я бы хотел, чтобы здесь такая же была поддержка от наших болельщиков. Второй матч финала начнется в субботу, 23 апреля в 17.00. Вход на трибуны Дворца Рамазана свободный. Подозвольцев Александр Макаров, телекомпания ТВИН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте tvdfisin.ru. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует...